Вообще всё очень просто. И сейчас я вам буду показывать технику, которая стала на токата. Это ученица ученика, мастера Усуи. Она сделала вот эти позиции рук для лечения себя и для лечения других. Это потому, что она получила тоже восточный метод лечения. Восточный – это уже интуитивно придумала и привезла вот эти техники, чтобы всем им было ясно, чтобы не было ненужных вопросов. А сколько вы будете лет в Рейке, тем у вас будет меньше вопросов. Первая позиция – на глаза. Ваши руки должны быть вот так. Они не напряжены, не вытянуты, а немножко вот как бы, но слушать, слушать энергию. И вы ложите на глаза. На глаза, потому что через глаза мы получаем информацию, да? И через глаза мы потом эту информацию принимаем. Как мы принимаем то, что мы видим по себе, что мы есть и что мы видим, принимаем. И потом это может нам нравиться, может не нравиться. А еще глаза есть, как это правильно сказать, выходной орган печени. Нет, на поверхности лежащий орган печени. Вот когда с желтухой заболевает, да, тогда эта же печень болеет, а глаза желтые. Так это уже идет лечение и глаз, и лечение то, что мы видим. Принимать все-таки, чтобы принимать все так, как есть, а не так, как через наш ум, наши проекции, да, правильное видение всего мира, людей. И еще есть глаза. Знаете, такое иридотерапия, иридодиагностика, да? Если есть диагностика в этом месте, значит, это можно через это место все и лечить. Значит, вы держите на глазах, а лечите все тело. Рекомендации такие. Держать на каждой из позиций минут пять. Моя очень давняя-давняя практика, десять больше лет назад, пять минут это не совсем будет правильно. Держите столько, сколько надо. И потом будете руки перее... Ну, пока, быть может, трудно... Определить. Поднять, да. Надо сколько тут держать. Ну так, думайте, что. Думайте. На будильник не смотрите. Ну, таймер может вас оставить для себя. Но это... Играйте. Все очень просто. Вы видите, все очень просто. Так, подержали руки. Хорошо, если они прилипли. Если не прилипли, то вы будете очень думать много. То мне здесь были, то неприятно, то здесь, то как. Так, еще... Ага, еще две минуты. О, Боже мой. Тарус, вот такое. Нет, я уже не буду, я пойду дальше. Идите дальше. Идите. И придет такое время, что я будете лежать в постели, а руки у вас здесь будут, чтобы держать, чтобы руки так, как небо. На полном методе это трудно делать, так, держать 20 минут, держать, лежать. Они прилипли, руки к небу прилипли, и вы и так уже можете спокойно делать. Это придет. Это все придет. Это так интересно. Ипально. А после глаз идем к вискам. Да, кстати, сразу ложите две руки, а потом, когда перебираетесь на другое место, через... Одна рука другая, чтобы не отрывать обе. Тогда контакт всегда остается с человеком, либо с самим собой. Это обязательно. Работает целитель с человеком, есть переходы, чтобы не... Физический контакт все время остается. Так, виски. Это наше полушарие, левое с правым. Наша интуиция, наша логика. И получается, что вы понимаете, что... А куда, что это такое духовность, духовно, я хочу в духовное. Когда они сходят в логику, да, понимают, что жить хорошо, и жизнь хороша, и вообще тут. Какая духовность? Это я и так. С собой все хорошо. А потом будете думать, а что вообще это значит? И когда откроете, что это значит, то уже вы не будете делать рейд. Не потому, что не будете. Потому что вы уже есть, вы готовы. Вы, 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 вы как многогранник. А, это вчера было. Вы уже не, не только вот такой весь, как шар. Вы, у вас много граней. Вы еще более ясно видите все, да? Из всех сторон. Чем больше граней, тем лучше, пока из этих граней сделается вот так. После висков. Вы знаете, если мы смотрим на виски, там же у нас все, все самые главные в голове... Центр. Да, спасибо. Если у кого, смотрите только, если высокое давление, чувствуете, сколько надо, чтобы не повесить, либо не понизить, смотрите. Это очень-очень редко бывает. Очень редко. Но все-таки случается, что можете поднять давление. А почему? Потому что включается ваше, ваше энергетика, ваше тело, не только реки. А есть, шалума, тепло в ваших рук. Если гипертония и тепло на голове, это поднимается, да? Ну, как столбик термометра. Вот, когда гипертония, вы, наверное, знаете, что надо подложь вам что-нибудь горячее, да? Там, бутылку с горячей водой, к радиатору, что-нибудь, батарею, да? После переходим к ушам. Уши. А вот руки вот просто на голову нельзя. Ну, так вот здесь положили. А, то есть. Да. Хотите, здесь ложите. Ну, здесь, видишь ли, виски, это сразу в центре попадаешь, а наверх, это как вспомогательные, если хочешь, потом вы увидите. Вот такое я тоже делала вначале, чем больше, тем лучше, чем меньше, тем лучше. А если идешь в гости и на себя навешаешь все то, что у тебя в этой шкатулке, да? Да, или будет лучше, хотя там все по одному будет очень красиво. Так, подумайте. На уши. Помните сказку про красную шапочку? Чтоб тебя лучше слушал, слышал. И что будет? Вы услышите то, не то, что человек говорит словами, а что идет за словами. Потому что иногда не хватает слов, да? Но слова не могут выразить. Вот вы говорили, что, да, есть такое, что нельзя никак, ну, нету о чем, как это рассказать. Но все равно какие-то слова подбираешь, где можешь, а мы слышим. И кто тут еще прочувствовал что-то такое? Совсем не было. Мы уже слышим то, что он говорит не словами. Помните историю о Вабелевской башне или Вабелевской, как это? Где люди все начали строить? В Голландской, в Голландской. Где они придумали, что построить до Бога. Они имели одну речь. Как насчет этой речи? Ведь может говорить? Ведь часто не надо говорить, да? Просто мы чувствуем. А потом, когда Бог говорит, ну, ладно, ко мне это еще к вам рано, и Он сдал все, вот, русские, русские, литовские, все другое, чтобы не сговорились. А все равно это начало у нас есть. Мы можем, мы понимаем, что говорит другое. И если вы для себя больше откроете, больше будете работать с ушами, есть такое. Если там уже нерв, вот человек не слышит на ухо, да? Ну, быть может, был простуда какая-нибудь, и там уже нерв уже давно не работает. Быть может, вы его и не откроете, да? Быть может. Ну, быть может, и там найдется другое, чтобы сотвориться новое. Быть может, все, с речи. Так бывает, что никак. Умом никак. Но вы, вы услышите то, что человек говорит. Вы начнете слышать, когда он говорит правду, когда он неправду говорит. Вы начнете слышать то, что он хочет сказать, но сам боится. Даже для себя говорит это. Вы просто найдете, вы дальше уже идет горло, и вы найдете те слова, которые как бы развязывают. И человек сам себя больше понимает, и он может уже рассказать. То, что он раньше не мог, у него барьер был, сейчас он сможет говорить. Это потому что вы услышали. Мы часто слушаем только то, что мы понимаем, что хотим. Но часто бываем сами с собой, ну, сами с собой, да? А когда вы уже переходите на другой, на более тонкий уровень, все равно вы получаете эту возможность быть. Вы начинаете, когда человек говорит, вы начинаете быть с ним. Если человек говорит о себе, а не так просто, ну, вот как на елочке, да, блестящие все такие. Тогда вы понимаете, что он говорит, что за этим. И еще вы, все равно, будет это пятая позиция, вы будете на горле, вы сможете найти, вы найдете те слова, которые ему будут нужны.